Добрый день, уважаемые наши зрители. Сегодня мы пригласили к нам в студию двух очаровательных девушек, которые приехали к нам с ребенком из Казахстана, из Краснодара, с Иарзамаса. Это вот Юля, которая привезла сына своего Артема и ее сестра Надя. И вот мы поговорим с ними о том, что произошло, что, собственно говоря, их к нам привело, как они до нас добирались, ну и, соответственно, о результатах, которые были. Итак, девушки, добрый день еще раз. Добрый день. Да, Юля, у меня вопрос, вот, ну, два слова буквально кратенько о том, что же вас привело, что с ребенком, как это все было. И вот расскажи немножечко, ну, так, о вас. Ну, Артем, у нас были достаточно сложные роды у меня, и у него было двойное введение пуповины и гипоксия сильнейшая. Ну, соответственно, ребенок рос не так, как нужно. Мы много усилий тратили на массаж, когда он был маленький. И вот он позже сел, потому что, ну, соответственно, там по месяцам он должен был сидеть во столько. Он сел там немножко позже по месяцам. Пошел, встал. Ну, как бы мы много усилий занимались в этой области. Потом все в порядке, рос, развивался, но ребенок не говорил. Ну, говорил отдельные слова, и достаточно очень скудный словарный был запас. Когда мы обратились к нашим специалистам по краю и в Армавире непосредственно, ну, нам говорили, что это, как бы, перерастет, это мальчик, они говорят позже. Это было три, четыре, три года. Три с половиной, потом было четыре. А после четырех нам сказали, да, да, надо, надо, надо заниматься обязательно. Начали обследовать. Обследовали по Краснодарскому краю и в Старопроле ездили. Ну, в общем, нам поставили очень много диагнозов флагопедических. То есть и задержка речи, экспрессивное расстройство речи, и общее недоразвитие речи первого-второго уровня, и аллалия, и дизертрия. В общем, было... И даже эпилепсию ставили как... И ставили вспышки эпиактивности, которые могут спровоцировать эпилепсию. И назначали противосудорожный препарат. Ну, в общем, мы прошли, честно сказать, очень много этапов. Мы хотели продолжить лечение в России, но как раз в Старополе нам посоветовали искать варианты различные, в том числе и за рубежом. Вот у нас сегодня такая достаточно уникальная ситуация. Я хотел немножечко на этом установиться. Ведь вы и сёстры. Родные. Да. И мне всегда, ну вот из моего опыта, старого работы в таком центре, где мы обратили внимание на то, что страдают семьи, где есть такие дети. И вот даже уже мама, обращающаяся, как бы общающаяся в нашем чаде на сайте, очень часто, ну, как бы жалуются или вот высказывают о том, что когда выясняется, что ребёнок, ну, скажем так, не совсем обычный, требует каких-то усилий, начинается проблема в семье. Вот я хочу у Нади спросить. Надя, вот вы узнали, что, ну, племянник ваш родной, да, вот такой ребёнок. Ваша реакция какая, как вы это восприняли? Реакция помочь, реакция сделать всё, чтобы он стал, я верю, что он станет здоровым и становится здоровым, и мы приняли как раз все, мы стали всей семьёй, нас эта ситуация сплотила. Именно сплотила. Поподробнее о том, кого вы подразумеваете по словам «семья». Семья, я подразумеваю, это сестра Юля, это я, это наша мама Людмила, Юлин муж Николай, то есть, ну, как папа Артёма, но в основном это вот три женщины. И мы стали искать разные варианты, когда вот особенно сказали, что что-то похоже на эпилепсию, но как бы я не видела в нём эпилепсию. Мы нашли Ставрополь, Юля съездила, мы записались в Краснодаре, я записывала в разные центры. Мы стали искать реал-центры в Краснодаре, где проходит там токовая терапия, всё. И потом Юлечка, смотря там разные эти, вышла на то, чтобы, ну, увидела, столкнулась с центром Давид. Скажем так, я обратилась к Богу в очередной раз, почувствовала, насколько это очень достаточно сильное всё. Вот, чувствительная я, да. Он там салфетчик. Да, да. И после того, как я обратилась, я на следующий день вышла на этот центр. Вердавид. Вот не первый раз уже практически каждый наш разговор, каждая наша встреча в той или иной степени проскакивает момент, когда данные о центре, узнавание, что есть такой центр в Иерусалиме, приходит после обращения к Богу. Я ещё раз обращаю внимание тех, кто нас слушает, что, ну, один раз может быть случайность, два раза совпадение, а когда это из раза в раз, то это, конечно, не случайность, поэтому имейте, как бы, это в виду. И, ну, я думаю, что вот это нужно, наверное, доносить до тех, кто ищет какие-то пути, вот так же, как искали пути. В дополнение речи идёт об обращении людей самых разных религий. Да, вот я только хотел сказать, здесь религия, да, не имеет значения, имеет значение сам факт. И вот ещё один момент я хочу, чтобы вот девушки, которые об этом говорили, чтобы мы на этом остановились. То есть это момент, связанный с тем, что не было или было. Вот давайте, да, вернёмся в состояние, когда опустились руки. То есть вот... Прошу прощения за наглую миссию, я думаю, сейчас стоит сказать о другом. Обращение к Богу. Бог помогает через людей. Вот я хотел бы что-нибудь рассказать. Да, да, я хотела просто... Мы к этому вернёмся, Давид, мы к этому вернёмся чуть-чуть, всё-таки как бы так по порядку. Вот был ли момент, когда руки опустились, когда вот состояние, ну, отчаяния, депрессии и так далее? Или вот как бы то, что вы совместно... Ну, я как у тёти могу сказать, что такие моменты как-то были, но я понимала, что я поплакала. Ну, утром вставала и понимала, что если бы я могла помочь слезами, я бы выплакала ему здоровьем. Но слезами, к сожалению, в такой ситуации помочь нельзя было. И мы брали себя в руки, я брала, звонила Юле, звонила маме. Мы, я говорю, мы всё равно найдём варианты. Мы сделаем всё, что нужно. Ой, я зацепила, да? Да. Я смотрю, думаю, обратно как? Теперь что сделать? Ой, ой! Тихо. Всё. Наоборот, вторую сторону надо нажать. Я вообще ничего не трогала. На вторую сторону надо нажать. Кто там нажимает? Никто не нажимает. А вот сюда? На другую. На другую? На вот эту? О, ехали. Ну, процесс. Это демонстрация того, что... Многое изменится в другую сторону. Ага. То есть, мы стали искать разные варианты. И вот когда, скажу сразу, что сумма лечения была, ну, это достаточно большая для нашей семьи сумма, мы, скажем так, средне обеспечены в России. И поэтому, когда был момент, что нам вроде как обещали помочь, но не помогли. И 30 июля мы сидели, общались с Юлей по телефону. Я говорю, Юль, давай обратимся к людям. То, что меня осудят, меня интересовало меньше всего. Я говорю, я верю, что людей, которые помогают, людей, которые помогают, достаточно много, и с Божьей помощью нам помогут обязательно. Мы опубликовали информацию в соцсетях, опубликовали в WhatsApp, во всех источниках, которые могли опубликовать. На следующий же день нам стали поступать деньги. Это были деньги от 10 рублей, 20 рублей и до нескольких сот тысяч. То есть, те люди, от которых я вообще не ожидала, что они помогут, мне звонили, спрашивали, в чем проблема. И тут же, Юля, на счет приходили деньги. То есть, моя работа, мои друзья, Юлины друзья, родственники, коллеги, знакомых, 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 которые вообще очень далеки вообще, и которых я лично вообще даже никогда не видела и не знала. Звонили, спрашивали и переводили деньги. Низкий поклон, огромное спасибо. Благодаря, в принципе, этим людям мы приехали сюда на 70-80% благодаря их помощи. Да. То есть, это, конечно, великая благодарность этим людям. И я тоже верю, что это все только с Божьей помощью произошло. Только благодаря вере. Молились, верили, благодарили. И, скажем так, за достаточно короткое время мы собрали очень приличную сумму денег. Им огромное спасибо и низкий поклон. И дай Бог здоровья им и их близким. То есть, вот так мы оказались здесь, да? Если есть... Да, добавлю от себя, разумеется, те, кому нужна наша помощь, будем рады помочь. Мы говорили, Давид, спасибо, да, передавали и благодарили, и говорили. Говорили, дай Бог здоровья Артемчику и помогали. Значит, ну вот теперь, наверное, ну да, я думаю, что даже те люди, да, я присоединяюсь к благодарностям людям, которые помогли. Вот, но я думаю, что им, наверное, тоже будет интересно услышать о тех результатах, которые добились Артем, о том, ну, скажем так, не зря ли вы приехали. Но прежде, чем мы об этом поговорим, меня интересует вот такой момент. Вы же вышли на центр, ну, скажем так, как уже, как бы так прозвучало, вот, и, как я понимаю, были дистанционные сеансы сначала. Да, конечно. Вот, были ли результаты вот сеансов дистанционных, напоминаю, что дистанционные сеансы, они бесплатные, никто не, вот, еще одно, скажем, да, наверное, отличие, которое мы так периодически говорим, не один какой-то реабилитационный или какой-то другой центр или какой-то специалист, который лечит там на расстоянии, не делает это бесплатно. Вот, и меня интересно, Юля, наверное, это вопрос к вам, потому что, как мама, какие результаты были у сеансов дистанционных, менялось ли что-то, ну, и, как следствие, почему вы поняли, что все-таки надо ехать. Вот, как бы, такая большая тема, да, ну, вот, расскажите. Ну, тема, да, достаточно обширная. Что сказать, мы познакомились в январе, я помню, 28 или 29 января этого года, 2019-го, и, ну, вначале была растерянность, ну, как это, дистанционные сеансы, что они могут дать, ну, как бы, ну, позвонила, думаю, я буду пробовать все, что в моих и не в моих силах, возможностях. Тем более, ты, как бы, начинка стоит. Да, и как-то вот так вот я попала в чат, потом написала Юли из Испании, как сейчас помню, как-то я растерялась вначале, и я в личном. Вы встретились здесь? Да, а сегодня, ну, как бы, да, за этот период мы, что были вот две недели, мы встретились на лечении. И она мне говорит, да, смело звони, напиши Давиду, он тебе ответит или, там, перезвонит сам. Я написала вам, вы мне, помню, ответили, перезвоните, там, через 40 минут или через 20, я набрала, мы прекрасно так поговорили душевно, и как-то я так успокоилась, вернусь к тому моменту, когда у меня было отчаяние. Это, ну, даже не сколько отчаяние, сколько была очень такая, какая-то депрессия. Ну, с учетом того, что я сама педагог, и у меня много всяких таких направлений работы, и, ну, мне было это не свойственно, скажем так. Я очень такой, достаточно оптимистичный человек. Ну, вот эта вот тревога стала уходить, и депрессия. Когда я познакомилась с Давидом, и вот у нас появились первые сеансы, потом я стала замечать... Опять же, я чуть-чуть вмешаюсь, просто акценты расставляю. Опять же, ситуация, когда, мы много раз говорим, из лечения начинается с мамой, прежде всего. И это не случайно, это не потому что, как бы, да, вот там лечится мама, а ребенок там потом. Это происходит само собой, потому что природа определяет, что сначала здоровой должна стать мама, она тянет за собой. Вот лишнее доказательство этого. И дальше что? И дальше, это правильно, мы сделаем перерыв, и о результатах расскажем, вы расскажете и второй части. Да, 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 тогда до встречи после рекламной паузы.